Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня весь мир старается перейти на органическое земледелие, на технологии, которые минимально вредно воздействуют на окружающую среду. Применение различного рода удобрений является одним из факторов, которые серьезное действие оказывают на экологию, на природу, на все, что нас окружает. Поэтому во всем мире ученые, исследователи стараются найти такие формы подкормок, такие формы удобрений, которые бы наносили минимальный вред при максимальной эффективности для растений и для больших урожаев. Канал Процветок продолжает знакомить вас с необычными формами, современными формами органических и минеральных удобрений. Об одном из таких удобрений поговорим сегодня в нашем выпуске. Одним из удобрений, которое меня весьма заинтересовало своим составом, является удобрение НПО Бинам, которое называется Фит Актив Рост. Вообще у этого НПО Бинам существует целая линейка различных удобрений, которые предназначены для минеральной подкормки растений, различных растений на разных стадиях их развития. Я нахожусь в царстве рассады. И поскольку наиболее популярной рассадой у россиян, у украинцев, у белорусов, у многих тех людей из стран, которые нас смотрят, являются именно томаты, я решил проверить это удобрение, насколько же оно действительно эффективно и эффективнее существующих аналогов. Конечно, прежде всего я посмотрел на состав этого удобрения. Оно содержит НПК в соотношении 19 на 6 на 12. Это как раз то, что сейчас необходимо рассаде. Больше всего здесь 19% азота. Именно азотом нам надо насытить наши растения в активной вегетативной стадии роста, для того, чтобы они накопили в том числе этот элемент питания и не нуждались в нем первое время после пересадки на постоянное место. До того момента, как корни восстановят свой рост и начнут активно работать в открытом или защищенном грунте. Также здесь достаточное количество калия. Кроме того, имеются микроэлементы. Бор, марганец, инг, железо, молибден, медь и кобальт. То, что мне очень понравилось в нем и то, что его отличает от подавляющего большинства других минеральных жидких комплексов, это наличие здесь ауксинфулереновых витаминных комплексов в достаточно большой концентрации. Здесь имеется инструкция, нужно разбавить от 10 до 20 мл этого удобрения на 10 л воды и периодически им проливать. По инструкции или если вы наблюдаете дефицит каких-то элементов питания. Конечно, написать не значит положить и обещать не значит сделать. Поэтому, конечно же, мне захотелось, но это просто необходимо было проверить действительно ли это удобрение эффективно и будет ли оно работать лучше, чем существующие минеральные подкормки. По всем канонам проведения полевого эксперимента мы заложили опыты по оценке эффективности вот этого удобрения фитоактив рост на рассаду, по влиянию на рассаду томата, вот на этих первых стадиях развития от пикировки и до практически высадки в грунт. Изучали мы такие параметры, как линейный рост, сколько высоту, какая разница по высоте у растений. Но ведь высота растений может обуславливаться как количеством узлов, так и высотой междоузлей, потому что если растение вытянулось просто-напросто, у него увеличились междоузлия очень сильно, то это как бы даже и не есть хорошо. Гораздо интереснее, если у растения окажется больше узлов. Ну а интегральным показателем у нас был такой показатель, как сухая масса растения. Она на самом деле так суммирует все эффекты и длину узлов, и количество узлов, и площадь пластинки листовой поверхности, и все-все-все остальные параметры, которые нам важны для оценки фитостимулирующего эффекта. В качестве контроля мы брали не воду. К сожалению, многие блогеры в своих выпусках апеллируют к воде. Вот смотрите, я поливал водой или поливала, а вот здесь если полить удобрением, то все становится очень хорошо. Это некорректно, неправильно. Надо брать нечто, какое-то удобрение, которое будет содержать, ну в общем-то, те же самые заявленные комплексы, плюс те же самые эффекты будут обещаны. И надо их сравнить между собой, что будет лучше. В качестве такого контроля я взял свое любимое удобрение, которое называется Белвита. Удобрение жидкое комплексное с микроэлементами в хилатной форме. Вот оно мне нравится больше всего. Концентрация практически у всей линейки этих удобрений одинаковая. Его надо также разбавлять, использовать в определенном концентрации. 10 мл удобрения надо развести в 2,5 литра воды. Мне уже оказалось вот это удобрение, которое фитактив рост, немножко поинтересней, чем мое любимое Белвита. Почему? Потому что здесь необходимо 10-20 мл на 10 литров воды, а здесь 10 мл на 2,5. То есть это является в 4 раза более концентрированным, чем Белвита. Но я работал по инструкции. Вот как написано, так я все и делал. Давайте теперь смотреть, что же у нас в итоге получилось. Вот эта группа растений, вот эта подкармливалась в соответствии с инструкцией. Фитактив ростом, то есть вот этим вот удобрением. Вот эта вот группа растений подкармливалась точно с такой же периодичностью удобрением Белвита. Что же мы можем здесь видеть? Мы можем видеть следующее, что даже при беглом наблюдении высота вот этих вот растений и вегетативная масса, которая обуславливается и количеством узлов, и длиной междоузлей. И самое главное для меня, что было, это площадью листовой поверхности. Она здесь, конечно же, даже визуально намного больше. Если апеллировать к цифрам, то количественные показатели были примерно на 20% выше, чем при подкормке стандартным жидким удобрением Белвита. Каких-либо дефицитов элементов питания, что в этом варианте, что в этом варианте, я не наблюдал. Это говорит о том, что и одно, и второе удобрение в достаточной степени содержат все необходимые элементы питания для растений. И макро, и микроэлементы. Здесь нет признаков, ни здесь, ни здесь, никакого тажирования, ни гиперразвития, ни кренов в развитии чего-то там междоузлей, или узлов, или листовой поверхности. Она не крутится, она не морщится, что часто на листах указывает на дисгармоничность развития листовой поверхности. Нет. И у одного, и второго удобрения все было замечательно. Но вегетативная масса в варианте с фитоактив рост гораздо выше. Я так полагаю, что это как раз обусловлено наличием здесь гормонально активных элементов, таких как ауксины, связанные в наноформе, потому что фуллерены вот эти, это наночастицы, которые доставляют этот ауксин непосредственно в зону кормления. Какое-то количество удобрения, конечно же, попадало непосредственно на листья. Так вот, ну и, во-первых, никаких ожогов не было, а во-вторых, это способствовало всасыванию этих ауксиновых гормональных веществ непосредственно в растения. И, конечно, если здесь есть какие-то витамины, определить их, поверьте, не так легко, каким-то химическим путем, то они тоже, безусловно, способствовали увеличению вот этой вот вегетативной массы. И надземная часть увеличилась, и подземная, то есть масса корневой системы также была увеличена. Если посмотреть сблизи, вот ком еще не совсем полностью оплетен корнями, поэтому я вытащить так вот не могу. Но когда мы вытряхивали, отмывали растения, взвешивали сырую сухую массу, то было совершенно очевидно видно, что степень развития корней в одном и во втором варианте очень различаются. И в варианте с фитоактиврост она была повыше. Это, конечно же, будет результировать и в будущем. Это позволит нам на большую глубину заглубить стебель. Это важно при посадке, потому что большая часть тогда будет заглублена, большая часть стебля даст нам корни. Это означает, что растение быстрее укоренится, быстрее приживется, быстрее нарастит вегетативную массу, которая в конечном счете и обуславливает нам в дальнейшем большие урожаи. Потому что заряд питательных веществ перед пересадкой в открытый или защищенный грунт на постоянное место должен быть дан этим растениям очень-очень хороший. От скорости приживания и начала вегетации зависит и будущий урожай. Что ж, если вам доступен, как и мне, это удобрение, этот фитоактиврост, то я его рекомендую для подкормки рассады, для насыщения рассады перед высадкой в грунт на постоянное место, а также для подкормки в течение первых 3-4 недель после посадки с целью ускорения приживания, поскольку здесь есть гормональные препараты, а также с целью лучшей адаптации и лучшего роста в период вот этого после высадки на постоянное место. Что ж, вот такая вот у меня информация о таких инновационных удобрениях. Напомню, что инновационной составляющей здесь является как раз содержание совместно с минеральными веществами гармоничной концентрации, еще и ауксинового комплекса гормонального, а также витаминного комплекса, который вот и позволил получить нам вот такие вот результаты. Что ж, надеюсь, вам было полезно то, что вы услышали, и если вы ищете новые формы удобрения, если вы хотите использовать меньшие концентрации удобрений при вот большей их эффективности, под этим есть большая теоретическая база на самом деле, почему именно вот эти гормональные комплексы позволяют нам использовать меньшие концентрации удобрения с большей эффективностью. А ведь это способствует и охране окружающей среды, и минимизации вредного воздействия при возделывании растений, даже при производстве удобрений, минимизации на окружающую среду и приближает нас, приближает нас к идеальному органическому земледелию с гармоничным уходом за растениями. Что ж, фитактив рост рулит сейчас на этой стадии развития растений. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч! На самом деле фитактив является целой линейкой удобрений, которые используются от замачивания семян на старте их развития, затем на первых стадиях развития рассады для обеспечения всем необходимым, затем перед пересадкой на постоянное место и несколько недель до начала активной фазы плодоношения, до завязывания плодов. Когда плоды завязались, необходимо перейти на фитактив урожай. Именно этот комплекс удобрений обеспечит большое количество вкусных плодов, различных растений, не только томата. На самом деле у нас на канале очень много вопросов, как, на какой фазе развития растений тех же томатов правильно их подкормить, как правильно сделать смеси. Мы даже придумали калькулятор. Но если все это вам кажется сложным для томата, как, когда томат подкормить, в какие моменты, каким соотношением удобрений, если эти танцы с бубнами сложны, то используйте именно эту линейку удобрений. Кроме того, в этой линейке удобрений имеются специальные препараты для активации роста, для укоренения, для различного рода стимуляций, в том числе цветения декоративных растений, тех же петуний и так далее. То есть использование этой линейки препаратов значительно упрощает вот это вот рассчитывание соотношений препаратов для подкормки. Редактор субтитров А.Семкин